Добрый день! Небольшие такие включения буду делать, как продвигается планировка. Вот, например, Джолтунь, 21-го урока, премьера Дюны. Я смотрела первую Дюну, была её поклонницей, и, конечно же, я пошла посмотреть вторую Дюну. С удовольствием посмотрели. Так, и сейчас я покажу вам, как я организовала и вообще какие выводы. Вот даже не организации, а выводы. Бланки я адаптировала, саму разметку из файлафакс взяла, файлафакс персонал. Вверху у нас идут месяцы, и с 1 по 31 число дни складывается такой гармошеч. Вот, и я точно так же решила повторить у себя в архивном блокноте. Только немножко там, как-то, может быть, что-то добавила, там, датировку с другой стороны ещё. Вот, и такие, думала, взробыты календарь здоровья. Но оказалось, что это календарь какой-то глупости получился, потому что я, когда всё свела в один календарь, на одной странице, я поняла, что, конечно же, всё, что я делала для улучшения так называемого здоровья, это было какое-то странное с моей стороны действие. Значит, я, наверное, как и очень многие, совершенно бессимптомно переболела ковид в 2020 году, и через где-то месяца 4 получила такое жуткое выпадение волос. Сейчас это вообще уже ничего не важно. Но мне казалось, что мир рушится. Вот насколько нужно быть человеку глупым, чтобы что-то вообще понять в этой жизни, что, ну, одним словом, всё, мир рушится, информации никакой нету, или мне было лень ее искать, я побежала к огромному количеству докторов, трихологов, спасайте, я лысею, жизнь заканчивается. Ну, не повторяйте эти глупости, остановитесь, подумайте, подумайте, что в жизни важно. Но я вот свела этот календарь, почему-то вспомнила, посмотрела, сколько всего я потратила, сколько всего я пила. Ни в коем случае ничего не рекомендую, каждый сам себе принимает решение. Но у меня вот так это выглядело. Возможно, из всего календаря, который здесь есть, там сок сельдерея месяц я пила, и то вообще для другого дела. И, не знаю, и сделала вакцинацию. Вот, наверное, это самое полезное, что было. Конечно же, по своей природе ничего не помогает для роста волос, кроме как внутренние силы организма. Если бы я знала, что у меня, независимо от того, буду я лечить это, не буду я это лечить, волосы восстановятся, как и очень у многих людей, у многих людей волосы восстановились и выросли, несмотря на то, что они ничего не делали, не принимали эти горсти таблеток, шампуни, втирки, примаски, капсулы, ампулы, плазма, лифтинги, мезотерапии. Вот сейчас опять что-то я так разошлась. Но, одним словом, предостерегаю вас от таких каких-то необдуманных действий. Чем хорош архив? Он мне показал всю картину. Сейчас это не важно, сколько у тебя волос на голове. Они реально отросли. Вот в Украине началась война, у меня волосы выросли. Понимаете, вот такая история. Что хочу сказать, что я еще обладатель такого счастья, как прероральный, преорбитальный дерматит. Конечно же, он находится в рецессии уже с 2018 года. Я какие-то протокольные свои процедуры продолжаю выполнять, сама себе их прописала и вот на них и держусь. Так, календарь на 22-й год. Сичень 22-го урока я увеличила до 6 ячеек в колонке, чтобы не подвешивать день и не разделять его пополам. Ну, вот так у меня получилось. Люблю, конечно, когда тоненько писать, чтобы разметка была не такая яркая. Но у меня какие-то линеры уже заканчиваются. Вот сейчас тоже следующее маленькое видео. Просто выпущу его так, пока писала. Пишу ночами. Вот ночью сажусь, пишу до утра. Такое занятие архивацией. Ну, надеюсь, будет вам полезно. Сто раз подумайте, прежде чем вообще что-либо делать, чем что-то принимать, чем... Ну, многие вещи нам продают, как вы сами знаете. И все обязательно, обязательно отрастет. Еще вот маленькая вставка. Я хотела сказать, что какие-то штуки я бросаю в Evernote. Фотографирую и отправляю. Вот табличка из блокнота Accent, которая мне очень понравилась. Она такая же, как и предыдущую. Я показала с файла Fax. Но она горизонтальная. Вверху у нас идут дни недели. И с левой стороны месяцы. Также в каждом месяце. То есть мы и день недели видим, и видим, где суббота, воскресенье они выделены. И нумерация дней в месяце. Ну, не знаю, для подорожей очень хорошо. Но подорожи нужно тоже отдельно. Отдельно введите подорожью одним словом. Так. В summary по месяцам что-то очень важное. Или для быстрых заметок. Мне кажется, это удобно. Тоже из Accent. Опять же, подорожью лучше ввести в travel book. Старайтесь туда. Даже если они были когда-то давно. Может, что-то вспомните, запишите. Хотя я раньше говорила, что память старит. Но память нас держит. Но пугень нас начинает. Теперь. Продолжение следует...